Ну что ж, ребятки, я всех приветствую, сегодня у нас будет новое видео, в котором мы посмотрим новый заработок, именно в такси, потому что вышло обновление уже неделю назад, прошел, так сказать, ажиотаж на этой работе, и сегодня я вам покажу заработок именно с доставки. То есть добавили возможность, вы покупаете холодильник и можете заказывать через такси себе доставку иди домой. И за счет этого, как бы, и у вас всегда есть, и таксисты с этого зарабатывают, поэтому сегодня я вам покажу эту систему и покажу, сколько можно заработать. Если что, у меня, ребята, 41 скилл на таксисте, вот 41 скилл получается, почти 42, то есть, ну, можно сказать, максимальный скилл, потому что, допустим, там даже между 15 и 50 скиллом заработок не особо отличается, поэтому можно сказать, что я работаю на максимальном скилле. Хотел бы вам напомнить про свой промокод, вводите его на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч, вся информация из описания под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Так, я в таксопарке вроде бы как устроен, нам нужно надеть, получается, шашечку, то есть, мы можем таксовать на личном автомобиле, либо можем таксовать на аренде. Теперь мы заходим, получается, третий пункт доставка еды, то есть, как вообще, в принципе, заказать еду? Вы пишете слэш фоны, то есть, телефон, заказать доставку еды на дом, здесь вы можете посмотреть свои заказы, то есть, я один раз заказывал еду. Я, как бы, больше пользуюсь рыбой, если честно, то есть, мне, как бы, вот эти все напитки и так далее, мне проще купить рыбу, потому что рыба, как бы, и жажду утоляет, и голод, и хп прибавляет, поэтому рыба как-то более выгодней. То есть, здесь мы можем заказать еду, я себе заказывать не буду, потому что этот заказ быстро заберут. То есть, уже прошла неделя после обновления, и я вам могу сказать так, то, что я вчера работал целый день, такси катал, просто такси катал, и я так посмотрел, то, что примерно за час, где-то, две-три доставки заказывают. Работа реально такая, знаете, уже ажиотаж прошел, и особо здесь никто, как бы, ничего не заказывает, то есть, возможно, там за день будет 30 заказов, это в лучшем случае. Если, кстати, кто не знал, то у нас, как бы, есть таксопарк Батырево, на минуточку, уже Коля его месяц, по-моему, держит, если не больше. То есть, я здесь являюсь заместителем, поэтому можете, как бы, приходить, вот, награды копятся, и будет еще обмен наград, об этом тоже не забывайте. То есть, я здесь заместитель, 80 слотов, хороший автопарк, то есть, здесь стоят Теслы, на которых стоит стейдж-1. Так, вот я, получается, взял заказик от Коли, мы можем посмотреть этот заказ, в принципе, его доставки, мой заказ, то есть, вот, мы можем посмотреть, сумма заказа 300 тысяч, оплата доставки 8900, итого 38 тысяч, закусочная номер 3, нам показывают ближайшую закусочную, которая работает, номер дома 306. Вот, получается, закусочная, мы к ней подъезжаем, подходим просто на метку, и нам дается сразу, как бы, заказ. То есть, вот, вы забрали заказ из закусочной, теперь нужно его отвезти, получается, к Колину домой. Ну, кстати, я заметил то, что после обновы, как бы, очень много людей катают такси, прям, очень много, именно, не знаю, за счет чего, из-за того, что доставку добавили, хотя, как вы видите, ну, заказов, как бы, в принципе, нету, вообще нету, вот, Колина, дом, получается. Теперь мы подходим просто, и отдаем, как бы, ему заказик. И за это мы получили 28 тысяч. Ну, что ж, ребятки, я уже вижу следующий заказ, дом у нас уже другой, то есть, я попросил ребят, чтобы они заказали, потому что, ну, блядь, нету заказов, то есть, ну, если у тебя нету кентов, то ты даже, блядь, видео не запишешь про доставку. Либо надо на тестовый сервак заходить, ну, либо просить людей просто, там, чтобы они заказывали еду, и ты им, там, будешь деньги, допустим, отдавать. Тем более, в обнове добавили возможность смотреть открытые закусочные, то есть, вот, заходите в бизнесы, закусочные, и здесь пишется, где есть товары, где закрыто, где открыто, то есть, это очень теперь удобно, на самом деле. Да, это у нас, получается, рублевочка, в принципе, вообще отлично, прям, очень близкие заказы, то есть, прям, максимально близкие. Ебать, 40 тысяч заплатили, нихуя себе, вот это нормально, кстати. Так, я взял еще один заказ, получается, у нас та же самая, кстати, закусочная. Так, вот я подъехал обратно к закусочной, берем заказик, все, заказик на базе. Ебать, они тут встали, нахуй. Так, я тут еще еду привез. Ебать, у них тут машины стоят, пиздец. Ай, нормально. Короче, Максим Индюшкин и Данил Карас, передаю вам большой привет, спасибо, что вы заказали еду. Ну что ж, ребятки, что я по итогу могу сказать, какой можно сделать вывод по поводу этой работы. Как я и сказал, когда только вышло обновление, да, был ажиотаж, было много заказов, потому что люди покупали эти холодильники в риелторке, заказывали еду, но теперь заказов, как бы, нету толком. То есть, как я и сказал, я катал, допустим, вчера такси целый день, ну, за час было там 2-3 заказа. То есть, это за день где-то около 30 заказов всего было. То есть, это очень мало. То есть, на этом вы много не заработаете. Короче, по поводу системы я ставлю лайк. То есть, сама система реализована очень хорошо, интересно, прикольно, красиво. То есть, все четенько сделано. Никаких нареканий нет. Было бы проще, на самом деле, просто сделать большую зарплату на обычных заказах, на обычной доставке и поменять метки. Кататься по сторонам Батырева Эдова, оно заебывает. Сделали бы, допустим, там, Эдова Лыткарина, Эдова Южный. Ну, чтобы кататься по всей карте, потому что, когда ты вкачешь большой скилл в такси, ты ездишь только либо по Эдова, либо Эдова Батырева. То есть, дальше ты не ездишь. Ты не ездишь в Южный, ты не ездишь в Лытку, в Рыжевск, в Бусаева. То есть, хочется реально разнообразия, надеюсь, что это добавят. На этом у меня все, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.